Видел вопрос Акелы, есть ли радость от победы. Во-первых, привет Акелы, во-вторых, честно я этот матч даже как победу не воспринимаю, для меня это ничья, безусловно, совершенно для меня это ничья. То, что они после ничьей решают устраивать пенальти, кому два очка, кому одну очку, это их проблемы, да, это их какие-то задумки, зачем это нужно, не очень понятно. Ну, точнее, понятно, в турнире из четырех команд, в двухкруговом турнире из четырех команд постоянно возникают ситуации, когда у команд одинаковое количество очков, когда ты пробиваешь пенальти, у кого-то там одно очко, два очка, разброс, ты можешь получить за игру 0, 1, 2 или 3 очка, то, соответственно, и шанс, что у тебя команды наберут одинаковое количество очков, все-таки поменьше, вот. Но, как бы, для меня это немножечко антифутбольно. Я привык, что такого нету, может быть, это для зрелищности хорошо, но эмоций от победы по пенальти в групповом этапе, когда ты сыграл в ничью, у меня нету, вот, честно, совершенно, абсолютно говорю. Локомотив на выходных проиграл «Факелу», замечательный матч был, потрясающе, надеюсь, вы смотрели, было очень интересно. Локомотив вышел с парой защитников Маккеев едвай, обосрался, пропустил два гола, ничего не смог забить и поехал в Москву с очень плохим настроением, вообще ничего не было в прессе, вообще ничего нигде не говорили, никаких там интервью Цорна, никаких интервью, там, ну, Цинбауэр на пресс-конференции сказал, но игроков мы слышали только то, как они с болельщиками общались. То есть в очередной раз какой-то такой режим тишины, может быть, запирались на базе, может быть, еще что-то, но главное отличие между матчем с Краснодаром и матчем с парей НН в том, что на матч с Краснодаром тренерский штаб Локомотива решает, что все-таки, ну, мы не будем забивать на кубок, да, как было это сделано с парей НН. Мы не будем выпускать второй состав, мы не будем экспериментировать с позициями игроков, мы сыграем лучшими своими силами на данный момент. Вот кто есть лучше, вот тех всех и выпустим. Ну, может быть, за одним единственным исключением, это Иван Игнатьев, который, наверное, все-таки считается нашим основным нападающим и, скорее всего, будет играть в большинстве матчей до конца зимы как основной нападающий. Это, в частности, дало нам несколько позитивных новостей, например, о том, что Исидор поправился от травмы плеча и может играть весь матч до самого конца без каких-то проблем. Доиграл, в общем и целом, да, немножко подустал к концу, но все равно был полезен. Керка заменили, Каману заменили, а Исидор остался до самого конца. Вернулся Карпукас, это тоже очень приятный, позитивный фактор, и этот приятный фактор прямо уже на первых 10 минутах восхитил меня раза 3 своей игрой. Но самое важное, то, что он здоров, то, что эта травма не на 3 месяца, не на, там, да, Гильерме же у нас тоже повредил приводящую мышцу и исчез на долгие недели. С Карпукасом это не произошло, Карпукас вышел в стартовом составе, его заменили на 60-й минуте, но это как раз нормально, да, ему нужно быть свежим перед матчем со Спартаком. Сейчас у него он только восстанавливается после травмы. Травма мышечная, в отличие от Исидоровского повреждения, соответственно, но Карпукас и в лучшей своей форме не всегда матч до конца доигрывал. Плюс посмотрели новичка из того, что мы там в стартовом составе, да, говорим. Педро Габриэл, человек, который приехал фактически только в четверг на прошлой неделе, меньше недели находится в команде, прилетел только с самолета сразу в автобус на Воронеж, 6 часов в Воронеже, там вышел на замену, поиграл, теперь здесь в стартовом составе и тоже до самого конца отыграл и даже пробил после матча в пенальти, пробил очень здорово, за что ему респект. Сейчас об этом тоже поговорим, о Педро Габриэле, но это вот такие вот интриги того момента, как я увидел стартовый состав команд. В целом, смотрю, матч Сити-Дортмунд, там мяч ушел за пределы, да, судья показал такой жест, как будто пенальти, я на него сразу согрелся, типа, о, что, пенальти. Меня это радует, то есть вот я и с парей НН задавался вопросом, а нужно ли проводить эту ротацию, когда игра у Локомотива совершенно не выстроена, что вы, возможно, можете этот матч, кубковый матч, использовать как наращивание вот этих своих связей, которые только-только наметились в матче с Оренбургом. Но решили, что нет, давайте-ка мы посмотрим наши запасные мощности, наши запасные силы. И в итоге проиграли парей НН, а на... Ну, то есть не смогли никого сберечь, там с Ахматом точно так же Карпукас повредился. И, короче, проиграли тот кубковый матч. Очень зря сейчас бы, если бы тайм хотя бы тоже зацепили бы ничью, выиграли бы там по пенальти или даже просто одну очко было. Сейчас бы вообще спокойно смотрели, уж третье место мы бы 100% заняли. А теперь все равно фиг его знает. Все равно нужно обыгрывать Химки, все равно нужно цеплять очки с парей НН. И будет еще выезд с... К Краснодару. Вот этот подход, сегодняшний подход, меня устроил гораздо больше. Да, у нас не клеится игра. И если мы сейчас еще будем опять же задумываться, вот у нас матч со Спартаком, поэтому давайте сейчас, ну, мы, может быть, посмотрим второй состав, а не первый. Это ни к чему хорошему не приведет. Вот это вы и здесь проиграете, очки потеряете, и на плохом настроении поедете на открытие арену со Спартаком, тоже там сосете. И все это, ну, как бы, потому что игровых-то связей никаких новых не появилось, ничего нового не отработали, на тренировках не пойми, чем занимаются. Вот, ну, так хотя бы... Хотя бы в кубковом матче что-то отработали. Педро Габриэль хотя бы понял, куда там бежит тот или иной игрок, куда ему надо передачи давать. И, соответственно, партнеры поняли что-то про Педро Габриэля. И побегали сами, и Камано там десяточкой поиграл, понял, что нужно делать. В общем, я рад, я рад, что сегодня мы выпустили основной состав, стартовый, основной, сильнейшие все люди. И я рад, что наконец-то поправились и Сидор, и Карпукас. Без них было очень тяжело. Особенно, конечно, Карпукас, я не знаю, я столько уже хвалебных эпитетов про Карпукаса сказал, и я, наверное, не буду уставать и продолжать говорить хорошие вещи про Карпукаса. Но первые 10 минут, это как он вырезал передачу на дальний край штрафной, как он сделал вот эту скрытую передачу на Исидора, после которой мы забили гол, как он опять выгрызал эти мячи в подкатах. Да, у него была ошибка. Да, второй гол, на мой взгляд, это вина Карпукаса. Без каких-то закрываний глаза на недочеты, но недочеты бывают у всех. Не бывают игроков, которые не ошибаются. Здесь Карпукас ошибся, но в остальном по матчу 60 минут просто шикарнейшие. К сожалению, нету детальной статистики по этому матчу. Обычно статистика есть на сайте FKLM, но, судя по всему, как я понимаю, Инстат ушел из России, поэтому по чемпионату России еще есть некий контракт, и он действует, поэтому на РПЛ инстатовские цифры появляются. А по Кубку России уже неких контрактов нету, и цифр тоже нету. Если вы посмотрите, как выглядит страница матча на сайте FKLM.ru, она выглядит довольно забавно. Она выглядит вот так вот, да, то есть все, ничего нету. Ни авторов голов, ни стартовых составов, ничего здесь нет. Да, при том, что там, не знаю, матч FKLM выглядит вот так вот. С XG-шками, с атаками, с ударами в створ, составами и детальной статистикой. И даже прошлый матч Кубка... Не знаю, можем мы отлистать. Прошлый матч Кубка с парей NN тоже все было, тоже все есть. Не знаю, с чем это связано, но статистики нету. Но я уверен, что если бы она была, то мы снова увидели бы какие-то фантастические цифры от Карпукаса даже за 60 минут. Не можем пока без него, не можем. Совершенно важная фигура в нашем составе в плане того, как возвращать мяч, того, как начинать атаки. Хотя, надо совершенно точно сказать, что Локомотив провел два неодинаковых тайма. В первом тайме, когда Карпукас был на поле, мы проигрывали, мы забили быстрый гол, но после этого пропустили дважды. А во втором тайме только давили. Было очень много моментов у ворот Сафонова. В некоторых случаях Сафонова приходилось серьезно так вступать в игру и спасать. В некоторых случаях Локомотив не мог нормально пробить по воротам. Но, считай, во втором тайме была одна команда на поле. Она атаковала, она пыталась забить. Давайте ко второму тайму чуть-чуть попозже перейдем, потому что очень много у меня претензий к нашим игрокам по поводу того, как они играют. Но в первом тайме, после того, как мы забили, 10 минут прошло, и Краснодар быстро ответил при помощи стандарта и рикошета. Но Локомотив не должен был садиться после этого. По факту, в основном, дальше моменты возникали именно у Краснодара. Да, там 10-15 минут вообще игра в центр поля переместилась, без ворот игралась. Но в целом можно сказать то, что первый тайм прошел с небольшим преимуществом Краснодара, но они, собственно, и вели по счету. И здесь я не могу не отметить, мне очень хочется не отмечать этого, но не отметить игру Станислава Макеева я просто не могу. Ну, это не серьезно. Я очень люблю Магу, я всегда его лоббировал в основной состав, как центрального защитника. Но то, что он делает последние матчи в чемпионате России, в Кубке России, ну, это не серьезно. Вот начиная с парей НН, когда он провафлил игрока своего на стандарте, ну, мимо мяча ударил, да, и мяч попал в итоге к Александрову. И каждый последующий матч для Макеева там не хуже и хуже, но на одинаково плохом уровне, и он никак из этой ямы не вылезет. И сегодня мне в чате во время трансляции написали, что Кордоба деклассировал Макеева. Это по факту было именно так. То есть Кордоба вообще не замечал сопротивления со стороны Макеева. Вот он хотел получить мяч, он получал. Он хотел выбежать, забить гол, он выбежал и забил. Макеев такое ощущение, что находится в какой-то прострации, в каком-то другом мире. Не может поставить корпус, не может поставить спину. Вышел во втором тайме Кузьмичев. Об него Кордоба два раза ударился, и все, на этом Кордоба закончился. После этого ничего не смог сделать, его заменили. С Макеевым проблем не было никаких. И, ну, это, во-первых, просто странно, потому что Макеев на самом деле сильный игрок. Я уверен в этом. И почему он сейчас играет плохо. И отметим также, что плохо играет еще и Тин Едвай, который тоже в целом, ну, не самый плохой защитник в мире. А в матче с Воронежем он просто как будто у него все, крыша поехала, и он побежал играть левым нападающим, условно говоря. Не знаю. Это все в итоге приводит к нас к одной и той же мысли. О том, что тренировочный процесс построен как-то неправильно. Что у вас Педер Габриэль, который приезжает, играет лучше остальных игроков атаки. Не сыгранный, не адаптированный, после перелета 24-часового у вас выходит Педер Габриэль и делает в атаке гораздо более осмысленные вещи, чем люди, которые тренировались, прошли предсезонку. Это странно. То же самое и с защитниками, да, что у вас приходит Иван Кузьмичев. Да, он, конечно, поговоритнее Макеева, но не то, чтобы это сильно влияло на борьбу с Кордобой. Кордоба вон в Мампасе упирался и падал, а Макеев ничуть не менее габаритный, чем в Мампасе. Короче, что-то не так с этими ребятами, и я вообще не удивлюсь, если мы не увидим на матче со Спартаком ни Макеева, ни Едвая. Ну, просто потому что, а зачем они нужны, если у них каждый матч голевая ошибка? Макеев, если что, лидер по количеству голевых ошибок в чемпионате России. Мой любимый Стас Макеев, который вообще непроходимая, непрошибаемая скала, просто играет как какой-то там второклассник. Очень сильно огорчило. Ну и, собственно, Краснодар, который забил раз на 10-й минуте, забил два с позиционной атаки, с ошибкой Макеева, который выпустил у себя из-за спины Кордобу, про которого он знал, что он там находится, и просто не смог поставить ему там спину, сыграть в мяч. Чуть не пропустил три, тоже Кордоба выскакивал, пробил мимо ворот, чуть не пропустил четыре. И выход Кордоба, когда Худяков попал ему в туловище, тоже просто Макеев мог спокойно там этот мяч в аут выбивать, обыграться с Худяковым. Но он проиграл в скорости Кордобе, и только уже надеялся на Худякова, который тоже прям взял и зачем-то в корпус Кордобе сыграл. Повезло, что там была рука, и на самом деле была, и если бы не было рук, то Кордоба этот мяч бы не остановил, потому что сильно он летел, и от груди бы отлетел куда-нибудь в аут. Но благодаря рукам он отлетел в нужную сторону, поэтому гол отменен правильно, но тем не менее могло и не повезти. Могло и попасть ему там в голову, и отлететь прям сразу в ворот, мало ли. Короче, по первому тайму что можно выделить? Классную десятиминутку, классную, действительно классную десятиминутку, в которой Локомотив давил, 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 забил, и после этого мог сразу же забить еще, если бы не удары Камано. К сожалению, к моему величайшему сожалению, игроки команды Локомотив не умеют бить поворотом. Что это за напасть? Почему что Камано, что Керк, что Педер Габриэл, что Исидор боятся бить поворотом и попадать в угол, я не понимаю. Моменты были у каждого из них идеальные, да, там Исидор под углом выходил, бей в дальний угол, попадай, будет гол. Он хорошо пробил на первых минутах, опять же, с того момента, который, когда Сафонов перевел мяч на угловой, и мы с этого углового забили. Хороший удар, но после этого были удары, которые просто в Сафонова летели. Керк что-то своей шведой пытался вырезать, насмотрелся на челленджи, которые со своим собственным участием, как он там по девятинам мяч раскидывал. Но это нельзя поставить на поток, да. Если бы это можно было поставить на поток, то было бы огромное количество футболистов, которые бы били шведой и забивали. Это неудобный удар, это неожиданный удар, можно таким образом попытаться обмануть вратаря, но в целом, когда ты выходишь по прямой перед воротами, ты должен щекой обвести мяч, попасть в угол, и ни один вратарь этого не отобьет. А когда ты начинаешь куролесить, ничего из этого не будет. Про удары Камано я вообще молчу, они еле до вратаря долетают. Ну и удары Педро Габриэля, который выбежал один на один, не стал отдавать Исидору, пробил с левой ноги в ближний угол. Сафонов этот ближний угол закрывал, удар прошелся сильно мимо, да и сильным он не был. Короче, очень сильно бесит то, что Локомотив, хорошо прессингуя, выкатываясь в 3-4 человека на чужую штрафную, создавая сами себе моменты под удар, эти самые удары нанести не могут. И что с этим делать, я честно говоря не понимаю. Но вот как бы на Рифата была надежда, Рифат мог эти удары выкатиться и забить. У него было понимание, как доставить мяч в сетку ворот. Остальные наши ребята, я на них вообще никакой надежды. Но может быть на Ваню Игнатьева какая-никакая есть, он все-таки ударник. Но на остальных, ну что-то прям, ну, блин, ну надеюсь Педер Габриэль тоже проснется, очнется, начнет бить с правой ноги, это тоже будет хорошо. Пока, пока слабо. И как побеждать, если ты не умеешь бить по воротам, тоже непонятно. Ну, окей, ладно, сегодня был Сафонов, человек, который может вытягивать любые мячи. Но до этого вратари не самые сильные против нас играли. И то же самое мы из них каких-то супергероев делали. Ну, ой, ладно, бомблю. Второй тайм, второй тайм. Выходит Кузьмичев, закрываем мы нашу дыру в виде Макеева. Сразу игра у Краснодара перестает быть игрой. Потому что если раньше они пуляли передачами на Кордобу низом или верхом, Кордоба за эти передачи цеплялся, Макеев ничего не мог сделать, то сейчас Кордоба просто в Кузьмичева раз, два, два раза упал, понял, что там стена какая-то. И на этом Кордоба, ну, был у него еще один момент, когда его, когда Кузьмичев ошибся с передачей как раз. И быстро вывели Кордобу куда-то на угол. А там еще Алла Сигун был. Ну, Кордоба такой, блин, наконец-то я на свободном пространстве, 40 метров до ворот, я под углом, дай-ка я пробью. Хотя вот был бы, ну, какой-нибудь свежий Кордоба, то он, может быть, и отдал бы передачу на Алла Сигуна. Но в этом моменте повезло. Локомотив очень много моментов имел, много с перехватов, много и с позиционных атак, забил, к счастью, второй гол. Мне очень понравился этот гол, потому что, как я уже говорил, вот этот хлеб нападающих, когда ты открываешься, просто выбегаешь перед защитником, кросс, очень прострел с фланга, и ты спокойно переправляешь мяч в сетку ворот. Здесь могу похвалить Камано, который классно мяч обработал, не самый простой, отданный ему Бариновым, но он его обработал, продвинулся с мячом к штрафной, отдал на Педра Габриэля, тот на двух рывках ушел от защитника от Волкова, с небольшим рикошетом прострелил и керк замкнул. Вот таких голов хочу как можно больше, и то, что Габриэль это выдает в первом же своем матче, фактически в основе, меня порадовало. Будем надеяться, что дальше это только продолжится. В общем, рад. Должны были забивать третий, 100% должны были, моментов было много, и с углового Кузьмичев там уже на самых последних минутах мог забивать, и Сидор под углом выходил, и Керк выходил. К сожалению, не забили. Ну, что поделать. Два очка за пенальти. Кстати, да, про пенальти тоже надо сказать, что, во-первых, классно били, да, значит, с нервами более-менее все в порядке. И есть надежда на то, что ситуация как с Камано и Крыльями Советов больше не повторится, что есть теперь нормальные исполнители пеналей, а не Камано. Но, что и Иван Игнатьев может пробить на силу, что и Педро Габриэль может на точность, да, он там подбежал, остановился, шагом дошел до мяча и послал его в девятку. Ну, короче, сами видели. Ну и Худя, который с Крыльями Советов потащил пенальти, и здесь потащил пенальти от нормальных исполнителей, надо сказать. И пенальти-то были, кроме как у Кривцова, не такими плохими, да, у... не помню, кто первый там не забил. Прям вообще нормальный удар был в уголок. Ахметов решил переиграть, Худякова не переиграл, послал мяч не очень сильно, но тем не менее. Худя мастер. Худя уже показывает, что на пеналях он неплох, что на пеналях он умеет читать соперника, умеет угадывать угол. В общем, порадовал. В итоге два очка, рабочий результат, учитывая, что это было два очка с Краснодаром. Краснодар, скорее всего, будет лидером группы, да, дальше нужно просто, чтобы выйти с комфортного хотя бы второго места пари НН дома. Химки и дома, и на выезде, и все, в общем-то, будет уже обеспечено. Думаю, что можем, но стабильности в игре Локомотива нету и не предвидится. На Спартак, в общем и целом, не удивлюсь, если будет тот же самый состав прям вообще один в один. Я бы, конечно, заменил Макеева на Кузьмичева, но, может быть, решат, что... Хоть, блин, ну там будет Соболев, как без Кузьмичева, ну а вот Соболев это еще хуже, чем Кордова, он будет еще сильнее продавливать Макеева. А так будет Кузьмичев, ну нормальный защитник, плотный, надежный. Если не будет еще с передачами портачить, будет совсем хорошо. Но в атаке, блин, ну мне понравились сегодняшние сочетания. Может быть, Игнатьев и действительно в запасе должен посидеть, выходить во втором тайме, как опция нападения. Пока есть Исидор, пока есть Камано, который на позиции десятки, наверное, все-таки играет лучше, чем Антон Миранчук. И в целом, конечно, не оптимально, не рефат же Маледина в праймовой форуме, но в целом сегодня много передач вырезал, отдал. Так что, блин, может быть, может быть, может быть, действительно ничего и не менять. Просто взять и выйти теми же самыми людьми. Хоть понаигрывать связи эти самые. Вот, я выговорился, полчаса потратил, переключил даже с Манчестер-Сити Дортмунда, но там 0-0, не так интересно. Итак, ваши вопросики, ваши комментарии по игре, да, пишите комментарии, пишите, что вы думаете, ходили ли вы на матч, ходили ли вы на концерт Зиверт, как это вообще было. Сегодня не было фан-айди, соответственно, болельщики должны были быть. Я слушал без звука, не знаю, была ли там какая-нибудь шиза. Да, вообще атмосфера была, не была, 4,5 тысячи зрителей маловато, но для 3-х часов буднего дня, в принципе, не так плохо. Я, мы, педринью. Такая маленькая надежда, что если тренерский штаб не потеряется, то у нас может быть игрок, который делает разницу и его хватает на 90 минут. Ну, дай бог, конечно, но, блин. Что-то у меня есть огромные сомнения относительно хватания на 90 минут футболистов после предсезонок с нашими специалистами. Привет, Тим, хорошего стрима. Спасибо большое, Элоня, спасибо. Что с Макеевым? Второй раз подряд верх проигрывает Кордоба на сантиметр выше. Да он же не то, что проигрывает верх, он же даже за него толком не борется. Ему просто выбегают из-за спины и такой Макеев. Да как же это случилось? Ну, это было с Морозовым, да, с Кордобой он хотя бы вдаль подпрыгнул, но тем не менее, он все равно упускает то, что есть некий игрок, который может у него выбежать из-за спины и сыграть на опережение. То есть это неправильный выбор позиций, это не контролирование ситуации, что у тебя там по бокам происходит. Ну, что с Макеевым, я не знаю, но нынешний уровень игры Макеева это катастрофа. Даже не потери концентрации, системные индивидуальные ошибки редко центрального защитника в перерыве меняют. Ну, здесь-то может быть просто хотели посмотреть Кузьмичева, да, уже не зря его купили, хотя бы на кубковых матчах должны были посмотреть. Но факт, факт, что заменили, например, не Мампаси, заменили именно Макеева. В игре Локомотива никакой структуры не видно, полный хаос в атакующей линии. Педро единственный держался в своей позиции и участвовал в каждом эпизоде. Если мяч оказался рядом, так же не ленился, отрабатывал в обороне. А вот Сидор и Камано просто растворились на поле. Нет, не согласен. Изи вообще не в форме, удивительно, как ему дали 90 минут сыграть. Тоже не согласен. Нинахов очень ненадежен при обороне, постоянно теряет позицию, никто из опорников не прикрывает его зону. Этим футболистам нужен тренер, каждое действие футболиста выглядит нервно и истерично. Нет, вообще не согласен, мне кажется, немножечко предвзятое сообщение написано. Во-первых, структура Локомотива это прессинг. Смысл в том, чтобы отобрать мяч на чужой половине поля и, имея численное превосходство, там 4 в 3, 3 в 3, 4 в 2, разыгрывать это самое преимущество, забивать голы. Это, ну вот, посмотрите, так футбол играет, там, не знаю, Бавария какая-нибудь и прочее. Отбор на чужой половине поля, резкая атака, забитый гол. Потому что атаковать 4 в 3 гораздо проще, чем атаковать, там, 7 в 11. У нас эти моменты есть. Эти моменты были с Краснодаром, эти моменты были с Ахматом. Не было их с факелом, но там тоже были своего рода моменты, которые Локомотив должен был забивать. Камано не растворялся на поле, я не знаю. Мне кажется, Камано один из тех, кто чаще всех получал мяч и на позиции десятки он вполне себе здорово разыгрывал, вполне себе создавал моменты, забил гол, отдал много потенциально голевых передач, которые не стали голевыми, потому что наши игроки бить не умеют. У меня нету претензий к Камано. На мой взгляд, он провел хороший матч. Исидор, да, Исидор в меньшей степени был активен, но я совершенно не удивлен тому, что ему дали 90 минут. Это в целом манера игры Исидора, он не постоянно игрок с мячом, да, ему периодически дают на пустом пространстве, он что-то с этим мячом делает. Не всегда у него получается, не всегда ему дают, но когда ему дают, да, там 3-4 момента он своих находит. В этом матче то же самое все было. И в предыдущих матчах Исидора, в том числе в тех матчах, в которых он забивал голы, было все абсолютно то же самое, просто там он забивал, там у него летело-попадало, сегодня, например, Сафонов вытащил сумасшедший удар Исидоровский. В этом плане, ну, типа ничего не изменилось. Вот, ну а про Нинахов и ненадежность в обороне, когда мы смотрели матч, я прям конкретно показывал, что, ну, вот здесь не добежал Керк, здесь не добежал Баринов, что, да, там, Нинахов не всегда хорош в обороне, но часто делает правильные вещи, здорово, активно играет, опять же, в тот же самый прейсинг, дает нам мячи. У него нету качества в игре в атаке, к сожалению, 100% нету, как и у Живоглядова его нету, но он дает активность, которую Живоглядов не дает. Да, мы можем увидеть Нинахова в тех зонах, до которых Живоглядов никогда не добегает. Вот, но проблемы правого фланга обороны, это скорее проблемы возвращения Керка в оборону или страховки Дмитрия Баринова. Не всегда Керк возвращается, прямо скажем, и не всегда Дмитрий Баринов страхует. И от этого возникают проблемы, причем что у Нинахова, что у Живоглядова. У технезиана, как ни странно, таких проблем нету, у него, там, сегодня Педер Габриэль на левом фланге отрабатывал просто чумовым образом. Мне очень понравилось, наверное, в Педер Габриэле даже не столько то, что он может там обыгрывать один в один, бежать вперед, как то, как он участвовал в прессинг-действиях, как он возвращался в оборону и возвращал мячи. Забеги на, там, 80-90-е минуты были очень классные, причем как вперед, так и назад. А назад бежать гораздо сложнее. Едва и не основной. Едва и был основным защитником, но после того, как его заменили в Воронеже, думаю, что может он потерять это место основного защитника. Перри, Тим, привет. Привет, Перри. Тим, привет. Что скажешь по поводу истории с именем Педриньо? Игрок сам сказал, что его зовут именно так, а руководство попросило писать иначе из-за ассоциации с геями. Но я думаю, что все прекрасно понимали, как эта ситуация выглядит. Безусловно, игрока зовут Педриньо. Сто процентов все знают его под именем Педриньо. И я его буду называть Педриньо. Но наше замечательное больное общество не готово принимать футболиста с именем Педриньо. Если вы не верите в это, можете зайти в комментарии на Sports.ru к новости про то, что Локомотив подписывает Педриньо. И, ну, Локомотив решил обезопасить себя от негативных ассоциаций, от каких-то шуток, от дурацких совершенно. И попросил его взять то имя, которое у него написано в паспорте. В паспорте у него написано Педро Габриэль. Ничего в этом тоже такого нет. Мы все прекрасно помним, как Жано Ананит записал у себя на футболке Жано. И многие другие футболисты, у которых неблагозвучные имена, брали, соответственно, футболку с каким-то более благозвучным именем. Опять же, да, ну, просто представьте, сколько футболок с фамилией Педриньо купят в России болельщики Локомотива. А футболки с фамилией Педро Габриэль вообще никакой ассоциации не вызывают. И, да, эти футболки уже можно продать. Но никто в России с надписью Педриньо на спине ходить не будет. Это я вам гарантирую. Так что, ну, это нормально. Да, то, что это всплыло в прессе, но не совсем корректно. Здесь я согласен с Сашей Малых, что, ну, нужно было там проинструктировать игрока, что лучше эту тему не поднимать, что, да, типа, ну, типа, да, вот мы так, да. Никто ему не сказал о том, что в России лучше не говорить на тему геев. Он же бразилец, он же не понимает, что, ну, типа, ну, сказали, не сказали, как бы тоже на него посмотришь, типа, ну, он вообще же без каких-то там негативных эмоций, да, вот злое руководство мне запретило. Нет, на позитиве парень, но будут подавать это как конфликт в команде. Так что я отношусь к этому абсолютно спокойно. Ну, то есть это вещь, которую, ну, нормальный журналист не стал бы раскапывать. Но такая вот у нас журналистика. Вот им интересно, как, там, Олеся Серегина будет ли раздеваться, Гейли Педриньо с такой прической и все остальное. Да, футбол, как он там перелет перенес, как вообще, в принципе, играть с самолетом в Воронеже после автобусной поездки, этого мы ничего не узнаем. Зато мы узнаем, почему у него на футболке написано не Педриньо, а Педр Гавриль. Это же самое интересное, самое важное. Такова журналистика, ребят, такова, к сожалению, журналистика. Может, Баринов недоволен и настраивает друзей, а новички еще не успели погрузиться в обручение бары? Да может быть, все может быть, я не знаю. Ну, разница в качестве игры, она какая-то прям колоссальная, да? Такие тяжелые ноги у всех, такие. И потом берет Педриньо и убегает куда-то в космос. Ты думаешь, блин, ну чем вы вот занимались на предсезонке? Почему вот приезжает игрок, у которого должен быть сейчас акклиматизация, который не должен вообще понимать, куда он попал? Почему вот он бежит 80 метров туда, 80 метров обратно? А вы, люди, которых вроде как в свое время брали за то, что умеют бегать, Камано и Керк, вы не делаете этого. Почему у вас там Крапукас 60 минут хватает, вы все на этом? И так далее. Сложно, сложно это все понять. Ну, надеюсь, что когда-нибудь это все исправится. Миранчук получил небольшое повреждение. Истерический смех. Ну, видели мы это повреждение в Воронеже. Абсолютно не удивились замене Антона Миранчука в перерыве матча с факелом. После твоих стримов стал внимательнее наблюдать за Морозовым. Хочется, чтобы его аренда побыстрее закончилась, и он вернулся в основу. Мне нравится Морозов. Реально, я большой фанат Евгения Морозова. То есть, вот для меня были, как Артем Карпукас в опорной зоне, вот для меня Женя Морозов может стать примерно таким же игроком в центре обороны. Потому что он уже готов прямо здесь сейчас. И как он выбирает позицию, опять же, да, вот я восхищался фасоном за его умную игру. Вот для меня Женя Морозов тоже безумно умный футболист на позиции центрального защитника. Как он выбирает позицию, что в обороне, что в атаке. Классный, классный игрок. Но как можно отдавать такого игрока в аренду и даже не попробовать его? Ладно бы, там, не знаю, попробовали. Решили, что у нас есть фасон, который лучше. И отдали бы в аренду, а потом фасон сломался. Но нет, мы же его вообще просто отдали. Зачем нам нужен Женя Морозов? Не нужен нам Женя Морозов. А Женя Морозов нам потом втыкает. Кузьмичев весь верх снял в своей штрафной. Один раз в центре поля выиграл верховое единоборство. У Кордобы один раз с углового пробил выше ворот. Но у него было несколько единоборств Кордобой. Одно верховое, одно просто корпусом попадались. И вот я говорю, что Кордоба просто втыкается в Кузьмичева и ничего не может с этим сделать. А до этого он втыкался в Макеева, и Макеев двигался просто куда-то в сторону. Отходил. В 15.00 в будни поставить матч, это надо догадаться. У меня от этого до сих пор бомбит. Да, у меня тоже бомбит. Я не понимаю этого решения. Не могу понять, не могу принять это решение, зачем вы ставите матч на 15.00. Для кого вы играете в футбол? Зачем вы играете в футбол? Зачем вы делаете Кубок России? По такой схеме, что у вас фактически это товарники какие-то среди недели, никому не нужные получаются. Ужасно раздражает. Не должен быть футбол таким. Не должен. Что скажешь про Мампаси? Мампаси Кузьмичев не стоит в основу ставить. Мампаси мне нравится. Мампаси имеет одну большую проблему, которая, как мне кажется, это не может просчитывать траектории по верховым мячам. Вот у него есть периодически такие проблемы, что он не совсем понимает, в какой точке ему нужно находиться, чтобы этот мяч сыграть. Вот летит мяч, и он такой, блин, где я должен находиться? Но в плане игры один в один, в плане скоростных рывков, в плане того, как он может мяч вперед отдать, Мампаси мне нравится, меня абсолютно устраивает. Уж точно Мампаси лучше, чем нынешний Макеев, и, вероятно, лучше, чем нынешний Дидвай. Кто бы смотрел Кубок России сегодня вечером, если идет Лига Чемпионов? Ну, я бы смотрел. Я уверен, что и народу пришло бы много. Лига Чемпионов не имеет рейтингов, если что, в России. И это большое заблуждение, что в России любят Лигу Чемпионов, чемпионаты Испании, Англии. Любой матч чемпионата России, рейтинговый любого матча чемпионатов иностранных. Да, там финал Лиги Чемпионов, понятно, будет набирать рейтинг, но групповой матч Лиги Чемпионов и матч, не знаю, Ростов-Спартак, у Ростов-Спартак преимущество по количествам зрителей будет в 2-3 раза больше. Это факт, это просто факт. На самом деле европейские чемпионаты и Еврокубки смотрят не так уж и много народу. Вообще стыдно сейчас смотреть на эту игру Лока. Столько лет болею за них, столько видел, но такой жопы. Действительно. Сочувствую, сочувствую, Сафик 13. Даже не знаю, что вам сказать. Несмотря на хейт болельщиков, складывается ощущение, что команда Ценбауэра поддерживает. Футболисты выглядят реально растерянными после потери очков, переживают за результат, это уже радует. Ну, я уже много раз говорил о том, что я не вижу какой-то там вот отсутствия огня в глазах, как это часто говорят, что вот у них огонь в глазах не горит. Вот по прошлым осеням, по прошлым зимам, да, вот после того, как мы теряем шансы в Лиге Чемпионов, да, я много раз видел, что команда потухшая, поникшая, играет без эмоций, без какого-то желания. Это все лечилось межсезонья, мы дальше уже по весне нормально играли. Вот. Сейчас не вижу я проблем с желанием. Я вижу, что да, парни хотят. А тот же Баринов действительно выкладывается на все свои проценты, которые только у него есть. Но он не очень понимает, что ему делать на поле. Это явно видно, это прям, прям вот очень сильно видно, что Бара старается, Бара пытается, но он не понимает, зачем он нужен на поле. Вот он отобрал мяч, перехватил, а что с ним делать дальше для того, чтобы команда побеждала? Нету понимания. И, ну, собственно, с остальными игроками, судя по всему, примерно то же самое. Это тренерская. Это, безусловно, тренерская. На стадионе сильно напрягло увольняйте немцев из клуба, при том, что доносилось это с востока раньше, чем с юга. Ну, увольняйте немцев из клуба, это было еще на крыльях советов, еще когда там две недели назад, три-четыре недели назад, когда я там на футболе был. Да, это с востока и заряжают. Ну, потому что у нас же, как бы, юг, насколько я понимаю, да, они не очень хорошо настроены по отношению к Цорну, Цинбауру и так далее, но, как бы, у них нет никакого желания, там, протестовать или что-то там. А на востоке сидят люди, которые читают всю эту прессу, читают про то, как Локомотив уничтожили, смотрят на турнирную таблицу, где Локомотив находится внизу. Им, в общем и целом, плевать на то, что, там, Локомотив лидер по количеству судейских ошибок против него, про то, что, там, во всех практически матчах мы побеждали по количеству голевых моментов, которые не могли реализовать. Ну, типа, смотрят на турнирную таблицу, читают прессу, видят то, что команду разваливают. Вон, самик, Сафик-13, говорит, что ему стыдно смотреть на этот Локомотив. Ну, что поделать. Ну, вот они хотят, кричат, пытаются помочь клубу, как могут. За что их осуждать? Они так чувствуют. Это болельщики. Они могут. Ради них клуб существует, поэтому, если им не нравится, как тренируют немцы, ну, значит, имеют право так говорить. Как думаешь, про кого пара говорил, что не выкладываются на 90%? Ну, не надо передергивать. Бары сказал, что не выкладываются на 120%. На 90% сегодня сыграли все, по мнению Баринова. На 120% некоторые не выкладываются. Кто это может быть? Не знаю. Говорю, велик соблазн. Я спрашиваю об этом на стриме, когда мы смотрели матч. Велик соблазн сказать, что те парни, которые лично мне не нравятся, как играют. Например, Дмитрий Живоглядов. Например, Даня Куликов. Например, кто там мне еще не нравится. Стас Макеев. Мне кажется, что, ну, точно можно сказать, что на 120% не выкладывается Джерану Керк. Но он приносит результат. И сложно его критиковать за это. Привет, Тим. Жуао Марио забил Ювентусу в Турине с пенальти. Ну, а что? Жуао Марио в Турине. Знает, как играть. Надеюсь, это принесет ему победу. Все матчи первой категории должны закончиться не позднее 19.30. Это распоряжение UEFA. Назначая кубок вместе с Лигой Чемпионов Одни Даты, от этого не уйти, увы. Ну, во-первых, все всегда можно договориться. И мы видели, как на, по-моему, позапрошлой неделе матчи Чемпионата Франции шли одновременно с матчами Лиги Чемпионов. Да, там Лориан с кем-то играл. Лориан Рен или что-то в этом роде. Вот. Ну, а во-вторых, ну, окей, ну, хотя бы 17.30. Ну, по крайней мере, не 15.00. Вот, закончили в 19.30. Вопросов нет. Нет. Вот, а про кого конкретно Баринов говорит, ну, откуда ж я знаю. Да, мне кажется, что Мородишвили сегодня не выкладывался на, там, 120%. В некоторых моментах немножко берег ноги. Ну, вот я там видел, дальше пишут про то, что про Костя ничего не сказал. Да, на самом деле, просто забыл, естественно, важный момент упомянуть, то, что на 60-й минуте вышел, наконец-то, не Куликов вместо Карпукаса. Наконец-то вышел Мородишвили вместо Карпукаса. И, о чудо, центр поля не провалился. Так как он проваливался каждый раз, когда мы убирали Карпукаса и ставили Куликова. Нормально совершенно, Мородишвили играл, сделал много отборов, сделал несколько классных передач вперед, в том числе, после которых мы там выходили один на один. Наконец-то, почему-то, вдруг, неожиданно, к середине сентября Ценбаур узнал о том, что Мородишвили центральный полузащитник и должен играть на этой позиции. Надеюсь, что в дальнейшем, когда Карпукаса или Баринова нужно будет менять, что мы будем видеть на этой позиции Константина Мородишвили. Вот это его позиция. Сегодня меня игра Константина удовлетворила, в отличие от тех матчей, когда он выходил правым защитником, или левым нападающим, или вратарем, или болбоем, или еще кем-либо, кроме его родной позиции. Даже дети кричали на востоке про немцев, плохое воспитание, недобрудетельно. Но дети кричат то же самое, что им говорят кричать родители. То, что слышат, то и кричат. Педро, отличное приобретение. То есть, именно Кузьмичи точечно начинали у них, сектор их поддерживал. Ну и освистывали цорно, когда его показывали на экранах. Ну, так это же самая такая аудитория, которая не то, чтобы сильно погружена в команду, не то, чтобы сильно смотрит на матч. Они читают прессу, они слушают футбольных экспертов, понимают и в меру своего понимания футбола пытаются сделать лучше. Это вопрос к тому, как мы с этой самой прессой работаем. Вопрос к тому, почему нас сильно мочат в этой самой прессе. Ну и результаты команды, это же тоже не нужно забывать. Никто на Востоке не хочет ходить, смотреть на команду, которая находится там на 11-12 месте. Все хотят ходить и смотреть на команду победителя. Опять же, мы можем от фанатки, от ультра ждать, что они там вместе с командой и в ФНЛ, и где только в любом здравии. Как это говорится-то, что мы с тобой, Луко, будем до конца. Кузьмичи такого не кричат, Кузьмичи такого не говорят. Они с командой, пока команда побеждает. И вот у них такое мнение. Ну, еще раз, в этом плане, все, что нужно немцам сделать, это начать побеждать. Вот если они в выходные Спартак обыграют 7-0, никто не будет кричать, убирайте немцев из клуба еще в ближайший месяц. 100%, я вас уверяю. Но если вы проигрываете Ахмату дома и Факелу на выезде, это логично, что про вас будут орать всякие нехорошие вещи. Педринь не очень понравился, особенно учитывая то, что в команде меньше недели без должной адаптации. От него исходит острота, есть культура владения мячом. Нужно время, чтобы наладить связи, будет еще лучше. Педро Габриэль Лопес Перейра. Да, так его зовут. Набор самых популярных бразильских имен. Есть опасность, что после тренировок Цинбаурум Педринь не устанет играть хуже. Есть, есть такая опасность, это правда. И меня это очень сильно заботит. Я, ну, как по мне, нынешний Керк, он хоть и забивает, но это точно не лучший Керк, которого я видел. Камоно тоже странно играет. Исидор, ну вот Исидор более-менее на своем уровне остался. Но не прогрессирует. Представь, что Педринь югей, и ему говорят, что не хотят ассоциировать его фамилию с геями. Ну и что? Ну, представил. Я не знаю, это сложный момент. Я даже не знаю, как для себя его решить. Будь я на месте Цорна, что я бы сделал. Вот мы обыграли Краснодар, пускай по серии пенальти, да, но два очка заработали. И сейчас, допустим, обыграем Спартак. А обыгрыш Спартака, да, это, ну, все-таки некое доверие от болельщиков. Это некий буст моральный, что да, вот мы можем. Вот вы хвалили Спартака, мы их обыграли. Тем более на открывашке, в гостях. Я не знаю, как поступать. Ну, то есть увольнять Цинбаура после победы над Спартаком было бы супер странно. Но у нас есть опыт. Именно после матча со Спартаком, который мы выиграли со счетом 1-0, Цорн отстранил Пашинина и Ласькова и назначил Хапова. То есть, как бы, мне кажется, что для Цорна это не будет каким-то прям серьезным мотивом не делать, если он решил сделать, да, то есть если он решил заменить Цинбаура, то он может заменить Цинбаура вне зависимости от того, как сыграют со Спартаком. Просто видя, что качество игры все равно не соответствует уровню футболистов, собранных в локомотиве. Но как бы я его сделал, я не знаю. И как сделает Цорн, есть ли у него это решение в голове заменить Цинбаура, я тоже не знаю. Хотя для меня вот эти вот маркеры того, что нету выступлений, что мы доверяем Цинбауру, что нету вообще никаких выступлений в прессе после матча с факелом, что нету тренерского штаба для Цинбаура, да, то есть как бы компер ушел, никого вместо не надели, и там нету помощников тренера вообще в принципе, да, то есть просто посмотреть наш тренерский штаб, это Цинбаур, это Саша Март, тренер по вратарям, это Алексеев, тренер по физподготовке, и это Заур Хапов, который, ну, не пойми кто. А как бы, ну, в тренерском штабе должно быть там 5-6 человек минимум, а у нас никого нет. Ну, Хэмерли еще стал тренером по физподготовке, видимо. Но нету вот помощников тренера, ассистентов тренера, которые берут на себя огромную часть работы, там аналитической подготовки упражнений, слежкой за качеством выполнения упражнений. Это же всего нет. Кто может сказать Цинбауру, что вот во второй группе игроков, да, они там делятся на квадраты, в одном квадрате там 6-7 человек, во втором квадрате 6-7 человек, в третьем квадрате 6-7 человек. Вот кто должен Цинбауру сказать о том, что во второй или третьей группе игроков, Ну вот, один из футболистов проявляет себя плохо, вот у него что-то не идет. Нету такого. Просто нет людей. Должен быть тренерский штаб, а его не формируют. И мне кажется, что это маркер того, что собираются сформировать тренерский штаб уже под следующего специалиста. Нет ли ощущения, что просто нет тренера, который был бы осведомлен о том, что у нас должны бежать Керк и Камано, а если осведомлен, то он не имеет авторитета выкладываться в этих игроков на тренировки. Ну, это странно. Думать, что тренеры не обладают той информацией, которую обладает любой человек с интернетом. Дим, что думаешь по поводу слов Бары, что у нас не все в команде выкладываются? На мой взгляд, такие вещи некорректно выносить на публику. Я не знаю, что движет Бары. Я уже неоднократно говорил, что выступление Бары в паблике мне не нравится. То, как Бары себя ведет, это не капитанское поведение. Это когда он перед матчем со Спартаком, тогда еще весной, высказался вдруг неожиданно о том, что тренер и говно, предсезонка провалена и вообще не понимает, что творится в команде. Это его многочисленные интервью о том, как он хочет уехать. Это, ну, вот всякие вещи, типа вот как сейчас, что, ну, вот у нас есть игроки в команде, которые не выкладываются на 120%. Ты, капитан, ты должен это говорить внутри команды. Ты должен заставлять их работать на 120%. Вываливать это в паблик нельзя, на мой личный взгляд. Я такого поведения от других капитанов локомотива не припомню. Поэтому мне не нравится, как Бара действует в интервью, в паблике. Бабкина мы в аренду с правом выкупа отдали. Если да, то обидно виделась в нем замена Барри через годик. Мы ничего об этом не писали. Крылья Советов написали о том, что это аренда с правом выкупа. Карпукас, отличная замена Барри. Ну, здесь я согласен с Сафиком, что уж проблем с заменой Барри нету, к счастью. Если бы не Симулкаст, вообще бы Лигу Чемпионов до полуфинала не смотрел. В Апокосте вообще ничего не сказал. Уже сказал про матчи первой категории. Сказал, Жоа Марио забил Ювентусу в Турине с пенальти. Давайте посмотрим, что там вообще в первых таймах было. Шахтер, Селтик, 1-1. Милан, Динамо, Загреб, 3-1. Манчестер-Сити с Дортмундом, по нулям. Реал-Мадрид с Лейпцигом, по нулям. Челси с Рэдбуллом, по нулям. Рейджер с Наполи, по нулям. Копенгаген с Сивилией, по нулям. Хорошего Симулкаста вам, ребят. Хорошего Симулкаста. В этом отсеке 1-1 у Маккаби с ПСЖ. Маккаби с ПСЖ 1-1. И Ювентус с Бенфикой 1-1. Все остальное по нулям. Хорошего вам Симулкаста, ребят. Надеюсь, вы рады. Так. Что есть в чем? Как думаешь, связка Кузьмичев-Мампаси может стать основной? Ну, будут играть хорошо. Может. Кузьмичев большой и верзила стена. Мампаси бегунок, который подстраховывает, если что, и тянет мяч вперед. По, ну, по Амплуа вполне себе качественная пара. Какая нам разница до Лиги Чемпионов? Нас выкинули из мирового футбола. Это наш кубок. Пошли они все. Мы так хотим болеть за своих ребят. Железнодорожники сегодня победят. Ну, к сожалению, есть нам дело до Лиги Чемпионов, до вердиктов FIFA, UEFA и всего прочего. Потому что стоит нам пойти против FIFA, UEFA. Там, в том числе, там, по крымскому вопросу, по остальным. Вдруг неожиданно окажется то, что российские контракты, контракты российских команд с футболистами ничего не значат. И можно будет абсолютно бесплатно уходить из этих команд без каких-либо компенсаций. И сборную исключат навсегда, ну, на гораздо более длительный срок, пока там FIFA, UEFA не примет РФС обратно. Деньги перестанут присылать, которые они присылают в достаточно больших количествах. Вы, конечно, ну, очень много подноготной работы РФС и FIFA не знаете, которая, ну, фактически делает невозможным отказ любой федерации футбола от сотрудничества с FIFA. Да, то есть там очень жирные плюшки даются региональной федерации. Ну, собственно, поэтому от федерации футбола и требуют независимости от органов государственной власти. FIFA дает им денег на существование в больших количествах, на развитие футбола, на сборную России. Да, на сборную космические деньги выделяются вообще на институт сборных, на молодежные, на женские, на взрослую, на строительство полей, на там какие-то образовательные программы. Все это FIFA выделяет деньги. И РФС на них существует. Ну, плюс еще на спонсорские. Но за это FIFA требует, чтобы на вашу деятельность не должны влиять государственные, ну, там, правительства, страны, всего такого. И когда FIFA узнает то, что влияет, они тогда все. Ну, живите тогда сами, без нас, без наших турниров, без наших подачек и все такое. Поэтому я думаю, что Российский Футбольный Союз будет до конца отмекиваться от наших органов государственной власти в плане крымских клубов, в плане давайте забьем на FIFA и будем свои турниры проводить. Ни к чему хорошему это, естественно, не приведет. Я хочу обычно на семейный ходе, но тут сыну говорил пойти на восток, потому что для него сектор кажется фартовым. А вообще обидно даже, там никто нормально кричать не хочет. Ну, слушайте, должны быть и сектора, где просто хочется посмотреть футбол. Если бы, условно говоря, на западе были сектора по центру, на которые можно нормально купить билеты не втридорого, то, ну, наверное, таким бы сектором был бы запад. Но на запад, на центр ты не попадешь в принципе. Да, там семейный VIP, лаунж, а сверху пресса. У нас часто новички три матча блистают, потом превращаются в серую массу. С фасоном тоже еще непонятно по этой же причине. Часто это кто, например. Смешно читать мнение болельщиков, которые хотят вместо Цорна увидеть Газизова и ему подобных. Газизов привезет в локу Урунова, подобных ему игроков. Тогда, наверное, по мнению таких болельщиков, лок сразу чемпионом станет. Болельщики на самом деле в большой своей массе это люди, которые, ну, как, вообще, как мы узнали за последние полгода, если что-то очень много и часто повторять из телевизора, из газет и из прочих источников, в это начинают верить даже самые скептично настроенные люди. И даже если это говорят очень неприятные люди, но от количества повторений вдруг начинаешь задумываться, а может быть это правда. И даже если тебе это будет говорить Тимур Гурцкая, человек, которого ты презираешь, или там Селюк, человек, которого ты презираешь, все равно на подкорке начинает записываться. А, немцы, а, там, распил, а, 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 а. И болельщики, люди, которые на самом деле не живут, ну вот, да, не фанаты, не те, как вот мы с вами сумасшедшие люди, которые в 11 вечера решают еще и пообсуждать кубковый матч, мало на что влияющий. Они не живут этим. Они черпают информацию по верхам. Много раз говорил о том, что вы приходите на восток, и люди спрашивают, а кто этот игрок, вот этот вот игрок? А, ну, он полгода у нас в команде, я его еще не запомнил. Ну, это факт. И поэтому, да, они сильно подвержены влиянию того, о чем пишут. А пишут исключительно в негативных тонах о локомотиве. И некоторые из этих статей, да, я не говорю о том, что это все просто ложь и провокация, да, некоторые из этих статей, они абсолютно правильны. И ЦОРН далеко не безгрешен. То, что у нас происходит с тренерством, то, что у нас происходит с подготовкой команды к сезону, ну, очевидно, были допущены ошибки. И когда ты смотришь на свою любимую команду и видишь ее на 11 месте, ты хочешь, чтобы, ну, кто-то за эти ошибки ответил обязательно. Уж это вообще в крови всех болельщиков. Чем больше отставок, тем они будут счастливее. Это просто, ну, данность. С этим надо жить. Еще раз говорю, что единственное, что могут сделать немцы, чтобы их любили, и это самое простое, это начать побеждать. Если локомотив будет побеждать, их будут любить. Их будут на руках носить. Ну, ничего невозможного здесь не выдумать. К сожалению, мы уже провафлили тот момент, когда можно было на пиаре вытянуть всю историю. Да, то есть если бы вот тогда вот в начале с рангником все это пошло и пиарилось, как должно было быть, а не как это было сделано, когда мы от рангника один раз вообще что-либо услышали в середине октября, по-моему. Вот если бы тогда что-то было сделано, рассказано, показано и объяснено, ну, может быть, мы бы сейчас немножечко в другой реальности жили. Но живем в этой. Приходится разбираться, приходится жить в ней. Тут не про геев речь даже. Тут ругательный, учитижительный мат в глазах многих товарищей. Хапов за традиции отвечает. Им вроде не 14 лет. То, что школьники и тролли поугарают с пидринью месяц, это ничего. А после такого еще клуб в гомофобии обвинят. Почему? Кто обвинит клуб в гомофобии? В России кто-то обвинит клуб в гомофобии? В России обвинят в гомофобии? Я думаю, ну, грант какой-нибудь президентский мы должны получить за гомофобию. А в иностранных, так сказать, источниках, я вам напомню, что есть один стримерский ресурс, на котором слово за слово, созвучное с фамилией пидринью, ты бан получишь. Потому что нельзя называть такие слова. А мы типа их на спине у игрока напишем. Вот эти люди нас будут в гомофобии обвинять? Которые запрещают в принципе эти слова произносить? Ну, окей, пускай обвиняют. Как бы, что поделаешь. Баруся не забила. Стопроцентный момент. Классно уложил защитника и не попал с правой ноги. Самому Цорну могут указать заставить уволить Ценбаура кто-то из клуба. Лео, Совет Директоров или еще кто-то. Леонид Шлыков, я думаю, сможет заставить. Ну, Леонченко точно нет, а Плутник может, да. Плутник председатель Совета Директоров. Если он что-то скажет, Цорн будет исполнять. Надеюсь, сам Педринью не расстроился из-за этого. Да, я думаю, нет. Да, ребят, ну какая разница Педринью, что у него кириллицей написано сзади на спине. Ну, блин, ну что вы, как дети малые какие-то. Ну, вот реально, вот думайте, ему не наплевать, что там кириллицы. Думайте, что, боже мой, меня в Бразилии посмотрят, а там кириллицей написаны какие-то другие слова. В Бразилии же все знают. Ну, что... Ладно бы, это, не знаю, Лиге Чемпионов Локомотив играл, и там он хотел бы, да, прославлять свое имя. А там англо-латиницей пишутся имена. Ну, не в России же, ну, не кириллицей. Он вообще не понимает, что у него там написано. Согласен на Тухеле. Здорово, о чем канал ведешь? О футболе. Если вдруг тренерская отставка случится, то допускаешь вероятность назначения отечественного тренерского штаба. Речь не про людей из клуба а-ля Мишаткина, сторонних специалистов. Или же это пойдет в разрез всей логики Цорна. Ну, я оставляю шанс на это, но это будут специалисты, а-ля, ну, вот те, которые могут поставить именно тоже прессингующий, атакующий футбол. Да, футбол на чужой половине поля. Таких специалистов, к сожалению, в России мало. Но они тоже есть и в целом могут поставить такой футбол. Не знаю. Какой-то Мурат Мусаев вполне себе мог бы поставить такой футбол. Мне кажется, Спартак Гогнев мог бы поставить такой футбол. Тоже. Залихватский, атакующий с перекосом на атаку. В целом, да. Но вот в то, что это не будут всякие Юраны, всякие Шалимовы и прочий хлам, который бегает из команды в команду. Вот здесь, да, здесь я фактически уверен. На 99,9 процента, что такого не случится. Привет, Буги-Вуги. Привет, Рэд 7Т. Очень понравились подачи с угловых от Педриню. Четко летят на голову наших или в борьбу. Все прям нацелено. Но в целом, да, в целом подачи с угловых, штрафных в последнее время стали нормальные. Что Керк подается хорошо, что Педриню сегодня подавал хорошо. Здесь придраться особо не к чему. Не могу сказать, что сегодня я прям в восторге от подачи Педриню. Но, да, они летели в нужную зону. Но если там наши хорошо отборятся, как Кузьмичев, например, да, то мы можем забивать с этого голы. Не без этого, да. Мы тут гадаем, зачем купили Кузьмичева. А может банально улучшить игру на стандартах, как у своих ворот, так и у чужих. Мы не то, чтобы сильно гадали, зачем купили Кузьмичева. Мы сильно гадаем, почему две недели назад, после матча с Химками, по-моему, Цорну не нужен был центральный защитник. А в конце трансферного окна вдруг неожиданно оказалось, что нужно. А вот и гол. Но из офсайда, наверное, да, Белингем? Посмотрим повторчик. Кстати, в Баруси Дортмунд играет защитник с лицом Женя Морозова. Ну давайте повторчик. Навес. Не, 22-й в нормальной позиции. Это два других игрока были в офсайде. Значит, все в порядке. Сити домой. Баруси рулит. Люблю Дортмунд. Люблю эту команду. Неважно, с каким тренером, все равно есть что-то приятное в душе, когда они забивают. Почему ты не хочешь попробовать поработать с текущим руководством клуба? Мне кажется, не совсем справляется Карп. Некоторые моменты, которые клуб не готов озвучить сам, он может делегировать блогеру с аудиторией. Я не очень понимаю, как можно с кем-то, ну, типа, я должен набрать Цорну, сказать, Алло, Томас, я готов вам вашу позицию людям доносить. Нет. Ну, типа, я никогда не отказывался помогать клубу, если подобные предложения поступают, и они не противоречат моим представлениям о правильности, да. То есть, если мне говорят, что, типа, вот, Артем, вот тебе вводное, нужно ее сказать, мне такого никогда не говорили, но в целом я бы сказал, что нет, я не согласен на такое. Но если мне предложат сделать интервью с Цорном, я буду рад, да. Я пойду и сделаю это интервью с Цорном и донесу до вас многие вещи, которые бы я сам хотел у Цорна узнать. Почему отдали там Женю Морозова, почему такая ситуация с молодежными командами, почему вы тренеров таких нанимаете. Именно в формате допытывания. Не вот эта вот встреча с болельщиками, спасибо большое. Не вот эта вот встреча с болельщиками, где ты задаешь вопрос, они тебе отнекиваются, и следующий вопрос. Да, это неинтересно, я на такие встречи и не хожу. Я бы пошел, да, если бы там была прямая трансляция, просто чтобы вы видели, как они отвечают, задавать эти вопросы и все такое. Но сам по себе этот формат неинтересен. А формат, в котором ты вот именно интервьюируешь человека, я бы с удовольствием. Я предлагал это уже через там Ваню Нирвану и все такое, что вот на это согласен. Не обязательно, чтобы была прямая трансляция, но зато я сам лично донесу те мысли, которые я хочу донести до Цорна, а те мысли, которые Цорн хочет донести до своей публики. Это нормальная история, это нормальное интервью. Здесь ничего плохого не вижу. Но почему они этого не делают? Да откуда же я знаю? Продажные СМИ, которые питаются от Лукойла и Галецкого, ведут гибридную войну против Локомотива. Да нет, я думаю, что они просто IQ 90, 80, 70, 60, 50 и так далее. По сегодняшнюю матчу показалось, что не хватало явного центра форварда. Минуте на 65-й ожидал выход Вани вместо Исидора, но что-то затянули, как показалось. Да, мне на трансляции тоже написали, и я согласен, что, ну, можно было Ваню точно выпустить чуть-чуть пораньше. Заметили, кстати, что Раканьяца вообще не выпустили. Походу, тоже чехлят. Раньше 100% бы выпустили додавливать. Гурская уже раза 2 или 3 Юрана сватал в лок, с вероятностью 100% смешно такому верить. А люди верят, а люди верят. Люди, ну, вот он 15 раз повторит, они будут уже, ну, спрашивать, типа, ну что, когда Юран уже в Локомотиве? Ну, когда Юран в Локомотиве? Кстати, очень странно, что вышел Улусюгун, хотя его не было в заявке Краснодара на матч. Еще комментатор говорил, что узнавал УТШ Краснодара по поводу него, а те сказали, что он не прилетел в Москву. Разве такое допустимо? Ну, вы видели саму заявку на матч? Да, не то, что Краснодар у себя в соцсетях выпустил. Это и мы регулярно ошибались с запасными в своих этих картинках в Инстаграм. Просто сейчас у нас же нету для Кубка какой-то специальной, точнее она есть, но про нее мало кто знает. Да, это на Airface есть раздел Кубок России. Но попасть в него, это не очень просто. Вот он вот так вот выглядит. И здесь вам нужно еще и найти нужную группу, нужный матч. У нас, по-моему, у нас группа А же, да? Да, вот у нас группа А. И вот сюда вот заходишь и смотришь протокол матч. И вот видишь, что здесь Алусюгун был в заявке. Да, то есть, но знают о том, что теперь электронный протокол покупки России на сайте РФСа очень-очень немногие. Поэтому, да, поэтому вот они так говорят. Ну, а комментаторам, да, опять же, ну, что вы? Что вы комментаторов слушаете? Когда вам комментаторы что адекватное говорили? Мне кажется, никогда. Тим, что думаешь по поводу мыслей о Боре на посту Спортдира? Может, уже когда-то говорил, но я пропустил. Я говорил о том, что в целом с позиции спортивного директора Борис Ротенберг может справиться как личность. Да, он нормальный бизнесмен, он умеет договариваться. У него хороший иностранный язык, у него большие связи, по крайней мере, по России уж точно. Но Борис Ротенберг-младший находится под личными санкциями. Он не может никуда поехать, он не может ни с кем провести личные переговоры. Любые там, ну, то есть, ты его берешь как представитель клуба, это бросает тени на сам клуб, да. То есть, в любой момент уже против самого клуба могут вводить санкции, потому что, ну, у вас на работе, лично вот у вас работает, получает зарплату, является одним из руководителей, человек из санкционного списка, да. Многие компании, собственно, поэтому, исключительно по этому признаку и попадали в санкционные списки, из-за чего эти люди спешно из этих компаний уходили, да. Так Яндекс, например, нескольких руководителей лишился, чтобы просто не попасть под раздачу орехов, вот. Но в целом, да, ну, как бы отмотать на пару лет назад, когда был у нас Кикнадзе, я, ну, я говорил о том, что да, почему нет, почему не Борис Ротенберг? Так, лучше, чем ничего, 100%. У Ротенберга все есть для того, чтобы быть нормальным руководителем, нормальным спортивным директором. Там Дмитрий Сычев тоже, ну, может быть, у Дмитрия Сычева немножечко там с характером не все гладко, вот, но тоже почему нет. Это роль, для которой тебе не нужно два высших образования, Гарвард, Гарвард, Оксфорд и все такое, да. Тебе нужна коммуникабельность, тебе нужна куча знакомств, тебе нужно понимание футбола и умение договариваться. Вот все, что нужно для спортивного директора. Поэтому мы видим, как спортивными директорами становятся бывшие футболисты просто по щелчку пальцев, и причем топовыми, вот, я помню в свое время Олимпиакосом все восхищались, который собрал Кристиан Карамбео просто на, ну, закончил карьеру, и Кристиан Карамбео вдруг оказался топовым спортивным директором. Почему нет? Но не сейчас, не в этих обстоятельствах, сейчас это просто подстава для клуба моментальная, моментальный бан. Зачем нам это нужно? Согласен по поводу ошибок Цорна в тренерском молодежном вопросе, но трансфер он проводит достаточно полезный. Ну, трансферная политика мне нравится, и мне нравится, во что превратился локомотив в плане состава. Говорил, говорю, и буду говорить об этом. Многие, вот, мне пишут, что, ну, все, состав помойка, смотреть тоскливо, ни одного нормального футболиста, ужасно все. Это тоже точка зрения, опять же, да, вот, вспоминая, каким локомотив был там еще 3-4-5 лет назад, когда у тебя там Фарфан играет, Чорлука играет, Алексей Миранчук играет, Игорь Денисов играет. Ну, крутые ребята, реально крутые ребята, Мац и Рыбус из сборной Польши, Грегош Крыховик, Хеведос, Федор Смолов, как бы я к нему не относился, люди, многие люди любят Федора Смолова. И сейчас, да, люди, кто, Митай, кто, Педринь, Керк, что это за люди, как они должны забивать, Исидор из третьей французской лиги, да вы что, с ума сошли. Но мне это нравится, я ничего не могу с собой поделать, я бы хотел видеть локомотив именно таким по составу, молодым, задорным, с неизвестными именами, которые именно в локомотиве становятся известными. А многим это не нравится. Ну, и это тоже точка зрения, которую надо уважать. Ставить на нем крест, приглашать Ротенберга смысла особого не вижу. Но надо решить что-то с тем, чтобы эти футболисты, которых приглашает СОР, награли на 120% своих возможностей, а то пока только 90%. Не президент обвинит, а адекватное общество. Я вас умоляю. Не будет адекватное общество обвинять людей за то, что они не написали слово «педринью» на спине. Если они обвиняют за это, они уже не адекватное общество. Забегу вперед. В локомотиве после конца сезона будет очень много центральных защитников достаточно высокого уровня. Макеев, Фасон, Мампаси, Едвай, Морозов после аренды. Кузьмичев напрашивается продажей Едвая и уход кого-то в аренду. Вполне возможно. Вполне возможно. Ну, Едвай, да, Едвай напрашивается, что поиграл и хватит. В чате выложили видео с моментом, когда Изи после 1-2 пихал Керку. Видно, что человек заряжен на победу. Не Керк, он же Тикнезиану пихал. А Тикнезиан такой «Я виноват! Я виноват!» Мы разбирали этот момент, что Тикнезиана в этом моменте винить никак нельзя. Он пошел за своим игроком страховать Крапукаса, который сыграл как... Нехорошо сыграл. Плохо сыграл. Первый раз выиграли после замены Крапукаса, да еще и отыгрывались. Но не то, чтобы прям выиграли, скорее в ничью сыграли. Комментатор сказал, что в протоколе не было его фамилии, поэтому они спросили у тренерского штаба. Ну, значит, добавили. Гарфилд. Ну да, я Гарвард и Оксфорд в один университет собрал. Я доволен, но хочу замены Едвая и Камано. Да, напрашивается. Ну да, Едвай показал, что быть стабильным столпом обороны, который помогает другим, более молодым центральным защитникам расти, Едвай не может. Едвай у самого крышу сносит, и он сам допускает ошибки. Причем не просто технические какие-то ошибки, а чисто системные. Так что да, но я вообще не удивлюсь, если Едвай покинет локомотив зимой уже или следующим летом. Ну, просто другая проблема, да. Если у тебя уходит Едвай, ты должен брать защитника не ниже уровня, а можно ли это сделать в нынешних условиях пока большие вопросы. Вот Динамо и ЦСКА до самого конца пытались сделать. Вот ЦСКА взял, в принципе, Вилья на рошу. Я думаю, что это хороший защитник. А вот по Динамо вопросы мы решали. И Фернандес, есть вопросы. Баринов после крестов вернулся на свой уровень. В плане физической формы, да, он бегает, прыгает, подкатывается так же, как Баринов лучшие годы. В плане каких-то вот игровых кондиций, ну, мы пока так и ни разу не увидели, как Баринов в створ ворот бьет сильно и точно. Мы помним, что Барин вообще-то забивал голы и делал это достаточно регулярно. Можно сейчас представить, что Баринов забьет что-нибудь наподобие гола Байеру? Не знаю, пока мне тяжеловато. Вы видели сегодняшний удар Баринова? Прошел, вышел на ударную позицию и ковырнул мяч куда-то в сторону углового флажка. А помните, как Рыбчинский, по-моему, ему скидывал в одном из первых матчей Николича, когда Бара просто саданул в девятку. Набежал и саданул в девятку. Нету такого. Сегодня во время матча был очень некрасивый момент, когда вышел метай, диктор объявил его под двенадцатым номером, трибуны начали его освистывать, отвратное поведение болельщиков по отношению к своему игроку. Ну, да, я согласен. Игрок точно не заслуживает того, чтобы его освистывали за то, что он взял двенадцатый номер. Я бы тоже не против убрать едвае, нет игроков с его качествами, в такой модели игры он бывает полезен. Тим, как думаешь, Мага сможет вернуться на достойный уровень или с нынешним тренером, это вполне логичный исход деградации. Я не знаю, почему эта деградация случилась. Может быть, это Макеев снизил требования к себе. Может быть, физической формы не хватает. Может быть, не знаю, какие-нибудь личные переживания Макеева. Это же тоже мы никогда не знаем об этом, а это безумно сильно влияет на игрока. Может быть, он там, не знаю, с девушкой своей расстался и теперь там места себе не находит, ночами не спит. Мы об этом не знаем, а это влияет на уровень футболиста очень сильно. Ну, условно говоря, да, много таких ситуаций бывает в жизни, когда ты сам не свой. Не знаю, не знаю. Часть, да, возможно, вернуться на свой уровень. Часть с хорошим тренером вернуться на свой уровень, а часть ты вообще не можешь вернуться на свой уровень просто потому, что ты утратил нечто очень важное. Поэтому едва и в Германии и сидел на банке. Спасибо огромное, Сафик, за подписку. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Едва... Ну, как бы сидеть на банке в Байере – это одно. Можно сидеть на банке в Байере и быть лидером в чемпионате России. Здесь вопрос именно в том, что что-то с едваем тоже происходит не то. Что он может играть нормально. Мы видели хорошие матчи едва, и мы видели даже классные матчи едва, когда он признавался лучшим игроком тура, лучшим игроком матча. Но сейчас это едва и совсем другого толка, другого типа. Хочется качественного легионера на позицию правого защитника, плеймейкера, хотя вернется Рефат и может быть уже не хуже себя прежнему. Ну и, конечно же, крайне необходим центр форвард топ-уровня. А как купить центр форварда топ-уровня в нынешних обстоятельствах? Не знаю. Купить молодого игрока? Да. Купить вот Педриню на перспективу? Да. А как купить топ-форварда? Вот игрока сборной, уровня сборной. Когда этот игрок сборной понимает, что переезд в Россию может для него закончиться тем, что за сборную он больше никогда не сыграет. Не знаю. Мне кажется, только выращивать. Сейчас в России остается только выращивать. И это к вопросу о том, что стратегия немцев не работает. Мне кажется, только она сейчас и будет работать. Тот, кто сможет наладить поставку талантов и выращивать их, тот будет в топе. Потому что постепенно за год-два сильные топ-легионеры, а-ля Маттиас Норман, а-ля Вендал, Клаудиньо, они так или иначе уедут. Кухта топ-форвард? Ну, для меня да. Для меня кухта это топ-форвард. Я почему спросил по баре? Просто Макеев после крестов не впечатляет. А здесь еще и фасон. Немного тревожно за бразильца. Но, слушайте, кресты в нынешних обстоятельствах, разрыв крестообразной связки, это, считай, профессиональная травма спортсмена. Кто только ее не переживал. Но да, да, бывает так, что все, бывает, что после этого карьера закончена. Сильная на высоком профессиональном уровне с надеждами на какой-нибудь топ-клуб. Да, ну, конечно, страшно. Конечно, страшно. Мне из-за рифата Жамалединова, который порвал ахилл. Мне из-за фасона страшно с его крестами. Это тяжелые травмы, после которых тебе нужно быть в три раза сильнее. Но, с другой стороны, ну, вы помните, как Джефферсон Фарфан год лечился, вышел на один тайм, и в этот тайм головой положил мяч в каком-то там, не помню, матче с Уфой или что-то типа того, в котором мы никак не могли выиграть. Вышел Фарфан, просто вбежал в нужную зону, кивнул и мяч головой положил. Ему это не мешало. Он кучу травм пережил, все равно выходил и играл на высочайшем уровне. Цорн в плане трансферов на вход делает все достаточно грамотно. Раканьяц, уберем за скобки, претензии в этом плане к нему мало. Тем страннее, что он смарта не может привезти в клуб тренера со своим тренерским штабом, смотрит на мучения команды. Да, да, ну, мы много об этом говорили. Я не понимаю. Не понимаю, почему, зачем Цорн это делает. Найми нормальный тренерский штаб. Не так это все сложно делается. Динамо это сделало, ЦСКА это сделало, Спартак это сделало. А Локомотив решил, что будем играть с тренером, у которого нет ни лицензии, ни опыта, ничего нет. Просто мы должны поверить, что Компер, классный мужик, классный тренер, сейчас вырастет в суперкрутого специалиста. А он, оказывается, не вырастает за 3 месяца в суперкрутого специалиста. Вот это неожиданность. Так, спасибо, Сапик, спасибо, все равно спасибо. Топ-форвард с зарплатой в пределах 1 миллион евро не купить. Тоже верно. Условный Исидор Фасон, топ игроки для РПЛ. Ну, это всегда угадайка. Ну, вот Педриню купили, вот вам нападающий такого же уровня, мне кажется. Мне, кстати, понравилось взаимодействие Митай и Тикни на фланге в конце матча. Если притрутся друг к другу, могут начать создавать проблемы соперникам. Мне сегодня Митай не очень понравился. Он как-то тормозил постоянно, не очень понимал, как ускорять атаку. И как итог... Терял мячи. Надо было вместо раканьяца взять какого-нибудь дикого африканца, типа праймового мореги. Очень странно, кстати, что мы не обращаем внимания на африканский рынок. Вот это реально странно, что мы не обращаем внимания. Потому что в Африке, да, в Африке абсолютно плевать на политическую позицию. И в Африке много ребят, которые готовы ехать и готовы сразу же быть классными. Просто потому, что там скаутский рынок не так сильно развит. Это вот а-ля пацан Дака, которого брали в Зальцбург непосредственно из Африканской Академии. И он сходу стал тем пацаном Дака, которого купили затем в Лестер за 30 миллионов. Я не очень понимаю, почему мы туда не обращаем свой взор. Мне кажется, что вот сейчас, опять же, в России это один из важнейших рынков. Тот, кто займет африканский рынок, тот будет богом в российской премьер-лиге. Что ждешь от матча с протоком? Они ведь тоже после серии поражений будут сверхмотивированы. Да, я от нынешнего локомотива, в общем и целом, мало чего жду. Для меня локомотив играет нестабильно. 100% будут моменты у наших ворот. 100% будут моменты у чужих ворот. Вот. Вопрос в том, кто сможет реализовывать эти моменты лучше. Локомотив может реализовывать моменты? Да, конечно, может. Тот же Керк может исполнить любую красоту. Тот же Исидор может забить, как вот в весеннем матче взял да положил в уголок. Может? Да, конечно, может. Даже Камано может исполнить. Вдруг неожиданно выбежите кому-нибудь из-за спины забить гол. Но при этом это будут и привозы в нашей штрафной. Мы не можем играть на ноль, мы не можем играть на железобетонный, там, нолик сжи у наших ворот. Значит, все будет зависеть от того, забьет Соболев, забьет Игнатов, забьет там Квинс и Промис. Если будет везение на нашей стороне, судьба на нашей стороне, ну, мы легко можем выиграть. Не будет, как в матче, там, с Факелом, с Ахматом. Ну, значит, проиграем. Это, к сожалению, не стабильность. Это мы вот уповаем на судьбу, на футбольного бога, который, может быть, нам вернет должочки. Который за ним серьезные числятся за последние несколько матчей. Не знаю, не знаю. Побеждать Спартак можем, сто процентов. Спартак ничего из себя не представляет. Много раз об этом говорил и готов повторять. Да, там есть индивидуально сильные футболисты, которые могут решить матч в одиночку. Как команда, огромное количество моментов у своих ворот допускают. Прет им просто дичайше, как там Милкадзе, который мяч не принимает. Но иногда и не прет. И они отлетают там 1-4. Представляю, какой кэф на победу Лока будет. Так уже есть. Да, там примерно 1-89 на Спартак и что-то там 4-3-80 на Локомотив. Но это, я говорю, в случае с Локомотивом это не значит вообще ничего. Да, Локомотив был фаворитом в матче с Факелом. Но это же ничего не значит. Матчи с Ахматом были фаворитами достаточно жесткими. Ничего это не значит. Потому что Локомотив может выиграть любой матч. Локомотив может проиграть любой матч. С какой ноги они встанут, кто ж его знает. Спартак, Локомотив 1-77 сейчас на Спартак и 4-20 на Локомотив. Не устану повторять, любить Спартак, любить. Даже растренированный Бальде потерзает нынешнего магу. Ну, может быть, может быть. Игроки для Европы будут стремиться в Европу, а не к нам. Нужно смотреть глубже. Или как раньше Аякс привозил южноафриканцев из Аякс Кейптаун. Ой, я что, гол пропустил? Фига себе, Стоунс зарядил. А что с вратарем, почему он руку убрал? Побоялся палец сломать? Нормальный воротчик у Боруссии. Так, ну что, ребят. Все, наверное. Или досмотрим Мачестер-Сити-Дортман. Или вы меня отпустите. В целом, я все, что хотел, все сказал. На все вопросы ответил. Помню, каким Муса приехал в ЦСКА примитивным бегунком. Затем постепенно научился пасы отдавать, поворотом бить. Но обучаемость игрока это тоже очень важная штука. Не все обучаемы. Много футболистов, которые приезжают молодыми бегунками. И ими же остаются. Уходи. Согласен с вами. Думаю, что пора заканчивать. Тем более, что меня опять что-то в носу запершило. Спасибо большое за то, что посидели. Сегодня Локомотив провел неплохую игру. Обычную в последнее время для себя. Но сегодня начали забивать. Два гола забили. Два пропустили. Зато в серии пенальти хороши. Эти африканцы также едут в Данию. Норшелла Метюлан. Так что я тут не согласен, что они в Россию не поедут. Да поедут, конечно. Но африканцы точно в Россию поедут. Встречаемся. Я думаю, что с бустерами на пятничном ежетоке в пятницу. Подведем опять же итоги Кубка России. Завтра еще Спартак с факелом играет. Поговорим про матч со Спартаком. Ну а с остальными в субботу и воскресенье на матчах российской премьеры лиги. Последними перед перерывом. Встретимся, поболтаем, обсудим. А сегодня пока. Пока.